Добрый день дорогие друзья! 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 Да вот она вчера впервые вот за последние 8 недель упала так значительно и поэтому вот интересно понаблюдать за движение этой акции сегодня. Значит вчера после того как акции груз сделали движение наверх с открытия рынка, так например акция компании Roku торговались вчера по 163 доллара, мы можем это увидеть, 163.33, после этого они сделали откат до 154, то есть 9 долларовый откат. Это откат на том, что на самом деле просто опять инвесторы стали баскетом выходить из компаний вот растущих, ну из гросс компаний. Поэтому это было типично не только для нее, но и для вышеупомянутой YX, для Opti и для ряда других компаний. Значит поэтому сегодня мы снова должны идентифицировать какие-то группы, которые будут лидировать в рынке, в частности сегодня хочу обратить внимание на компанию JWN, которая дала позитивный квартальный отчет, в отличие вот от других компаний таких как Macy's, таких как Coles, JWN это у нас тоже универмаг. И на самом деле меня этот хороший квартальный отчет, ну явно удивил, причем компания достаточно хорошо выдержала последние несколько месяцев, после того как она опускалась в июле, по-моему, или в июне до 25 долларов опускалась. Сейчас она стоит на 50% дороже, поэтому вот акции этой компании сегодня мы должны за ней смотреть, так что должны смотреть за такими компаниями как HIP, HIP, которая у нас, подождите, отрепортала, или должна отрепортить сегодня HIP, а вот у нее квартальный отчет, а подожди, что написано, что она уже отрепортала 8 ноября, странно. А вот, ну должны смотреть за сектором в целом. А значит, что еще интересно в рынке? Интересно движение компаний, связанных с выращиванием и продажей марихуаны. Там, в частности, вчера вот для этого сектора был один из самых лучших дней, даже если возьмем такую компанию как Aurora Caneby's, вот она вчера поднялась на 18%, но, принимая во внимание, что она, как бы, все равно торгуется в треть того, что она стоила, это на самом деле лишь, возможно, только начало. Значит, также, конечно, у нас внимание на компанию CGC, которая вчера в какой-то момент поднималась выше отметки 21,5 доллара, вчера на 3 доллара, ну, более 20% была в плюсе, поэтому тоже следим за дальнейшим вот поведением вот этого сектора. Также хочу отметить компанию Uber, про которую вот я говорил не так давно. После вот того, что вот у компании вот был, закончился лакопириат, и акции торговались в районе 26 долларов, то есть это была идеальная возможность для покупки. Вот мы видим лишь за последние два дня, акция Uber, вот здесь с учетом сегодняшнего премаркет-движения, акция взяла важный стратегический рубеж в 30 долларов, и за последние два дня эти, она удерживается на этом уровне плюс 2 доллара. Ну, за последние три дня, даже больше, если мы возьмем с вами historical data, то мы видим, что с 27 акций до 30 на 3 доллара поднялись, очень неплохое движение. Также рекомендую обратить внимание на акции компании Ельци, которая тоже долгое уже время балансирует между 40 и 43 долларами. Возможно, мы в ней сегодня, в связи с тем, что рынок на позитивной территории, увидим тоже движение наверх. И, соответственно, вот, ну, нужно вот такие акции подкупать, тем более эти акции должны показать, возможно, хорошие продажи на грядущем вот этом Black Friday. И поэтому вот какие-то ритейл-компании будут бенефициарами вот этого дня, поскольку, я как говорил еще в прошлом году, на вот эти предпраздничные продажи, День Благодарения и Рождество приходится львиная доля продажи ритейл-компаний. Вот такие у нас, в принципе, новости на сегодня по рынку в целом пока непонятно, что будет происходить, поэтому смотрим на, опять же, на группы компаний, которые у нас Gross, на которые у нас Value, и смотрим, в пользу которых у нас вот будет движение до конца года, смотрим, какие компании будут бенефициарами вот этого и перетурбации в портфелях инвесторов. Поэтому вот каждый день у нас должен восприниматься отдельно, поскольку динамика торговли в этот день может быть иной, чем ожидалось и чем была в предыдущий день. С вами был Саймон Брагинский, всем хороших выходных, до встречи в понедельник, до свидания.